Как это может быть? 3000 лет назад еврейские мудрецы совершенно точно знали это понятие решения игры. Либо как, либо что, Господь напрямую им диктовал, как некоторые иудеи говорят, что они записывали под диктовку прямо, да? Ну, либо мы должны принять гипотезу, что мы на самом деле ничего про это не понимаем, и они знали гораздо более серьезную математику, чем мы про них думаем. Ну, в общем, на самом деле я оставляю вопрос открытым. Я не понимаю, как это может быть, и в общем не понимает никто. Но факт есть факт. В Талмуде описан нуклеолус, и никак иначе это невозможно проинтерпретировать, потому что это три совершенно разных ситуации, и в каждом случае получается ровно как в этом решении. Хорошо. Маленький пассаж из Гоголя. Я зачитаю. Ихарев, позвольте вам сделать один вопрос. Когда поступили вы до сели, чтобы пустить в ход колоды, подкупать слуг ведь не всегда можно. Утешительный. Сохрани бог, да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярманку наш агент. Останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успели нанять. Сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет. И вдруг пропадает, неизвестно куда, не заплативший. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк. Распаковывает. Сто дюжин карт. Карты натурально сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле. Купцы микро схватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город. Это чисто теоретика игровая двухходовка. Что произошло? Да, да, карты были крапленые. Значит, делается двухходовка. Заносится совершенно гениально. То есть мало того, что человек ест и пьет в свое удовольствие и не платит. Но он еще заносит. Много колод, сто колод крапленых краб, которых знает вот он и его подельники, эти жулики. После этого просчитываются действия третьего лица, а именно хозяина, который будет пытаться возместить ущерб. Значит, он будет их продавать. Просчитываются эти действия. Где он продает? Ну понятно, что где-то в округе. Приезжают другие люди, всех обыгрывают, зная краб. То есть такая просто вот чистая двухходовка. У меня тоже была одна же в жизни двухходовка. Гораздо менее эффективная, эффектная, но тем не менее.